В эфире городские новости в студии Ирина Семенова. В ближайшее время мы расскажем о том, что произошло или только произойдет в Саранске. Снова дистанционка из-за мороза, саранские младшеклассники не пошли в школу. В международной акции музейное селфи присоединились и мордовские храмы культуры. 20 января саранские младшеклассники вновь остались дома. Отправиться на занятия в школу помешал мороз. Столбик термометра утром опустился ниже отметки в минус 25 градусов по Цельсию. Поэтому учащиеся с 1 по 4 классы в этот день обучались дистанционно. Напомню, что согласно информации Министерства образования Республики в городских школах, для младших классов занятия отменяются, начиная с отметки в минус 25 градусов. С 1 по 9 при минус 30, а для всех школьников с минус 32. В сельских школах младшеклассники не идут на занятия, если столбик термометра показывает минус 24. При 28 градусах мороза дома остаются учащиеся с 1 по 9 классы, при минус 30 с 1 по 11. Зимой, особенно в сильные морозы, велика вероятность заболеть. Роспотребнадзор напомнил о простых и необходимых правилах профилактики. Перед выходом в школу нужно убедиться, что в портфеле лежат антисептические салфетки. Одеваться следует по погоде, нельзя одеваться слишком легко, но и перегреваться тоже не стоит. Ежедневно нужно измерять температуру тела, чтобы вовремя заметить симптомы болезни. На перемене желательно выполнять небольшую гимнастику для спины, шеи и глаз. При чихании нужно правильно прикрывать нос и рот. Помещение регулярно проветривать, а чтобы поддержать иммунитет, необходимо правильно питаться, а также регулярно мыть руки. К общим мерам профилактики также можно отнести уже ставшие привычными маски и перчатки в общественных местах, а также социальную дистанцию. Это по-прежнему важно, ведь заболеваемость в Мордовии стабильно высока. По данным оперштаба, на 14 часов 20 января в республике за сутки выявили 81 новый случай заражения COVID-19. С выздоровлением выписали 76 человек. В федеральной статистике снова учтены два новых летальных случая. В Республиканской клинической больнице номер 4 скончался мужчина 1983 года рождения с основным диагнозом новая коронавирусная инфекция с осложнениями и сопутствующими заболеваниями. В Республиканской клинической больнице имени Каткова умер мужчина 1937 года рождения, также с диагнозом новая коронавирусная инфекция и также с осложнениями. Отмечу, что в ближайшее время в Мордовию поступит еще 27 тысяч доз вакцины «Спутник Ви». 31 января будут действовать 39 прививочных пунктов. Вакцины возятся в два этапа с разницей в 21 день и записаться можно на оба одновременно. Препарат рассчитан на 5 доз, поэтому принимать пациентов будут группами по 5 человек. Никаких скучных экскурсий, все в духе времени. 20 января музеи Саранска присоединились к ежегодной международной сетевой акции «Музейное селфи». Суть акции в том, что пользователи интернета из разных стран делятся фотографиями самих себя на фоне экспонатов из любимых музеев, галерей и других учреждений культуры. Размещать селфи можно в любых социальных сетях. 21 января будут подведены итоги и определены победители. Награды в этом необычном конкурсе у каждого музея свои. В музее Степана Эрзик, например, самые яркие и необычные снимки окажутся в новостных лентах культурного учреждения. А в Краеведческом музее имени Воронина самый активный пользователь соцсетей получит мерч от музея с символикой – блокнот, ручку и бесплатный билет. Отметим, что данная акция проводится уже не впервые и находит отклик как среди молодежи, так и у людей старшего и среднего возраста. В выставочном зале музея имени Эрзи откроется историческая выставка. 21 января посетители смогут увидеть Куликово поле. Экспозиция, посвященная 640-летию сражений на берегах Дона и неправды, включит в себя 60 графических и живописных полотен. Все работы погружают зрителя в 1380 год во времена одного из ключевых сражений в истории нашей страны. Выставка подготовлена государственным военно-историческим и природным музеем-заповедником Куликово поле. Монтаж экспозиции подходит к концу. Уже завтра выставочный зал будет готов принять посетителей. А теперь о погоде на завтра. В четверг, 21 января, в Саранске будет пасмурно, ожидается небольшой снег. Морозы начинают отступать, но постепенно температура воздуха в этот день составит минус 17, минус 14 градусов по Цельсию. Ветер юго-западный с порывами до 8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров штутного столба. Год назад в этот день было гораздо теплее. Всего один градус мороза. Пасмурно за окном шел снег. Десять же лет назад ближе к сегодняшним реалиям. Минус 18, ясно и без осадков. Это были все новости к этому часу. С вами была Ирина Семенова. Мы продолжаем следить за обстановкой в городе и держать вас в курсе событий. Берегите себя. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok